Привет! Меня зовут Илья, вы на канале Зверьё, я вам сегодня расскажу про свой монитор ViewSonic, модель VX2880ML. Поехали! Мне бы сразу хотелось бы отметить, что это монитор Ultra HD, то есть разрешение он поддерживает 4К, а максимально здесь можно сделать 3840 на 2160. По размерам этот мой монстр 28 дюймов. Сейчас на нём стоит разрешение HD, потому что мне не очень комфортно работать с системой, когда там стоит разрешение 4К. Но для игрушек, ну, некоторых игрушек, и для просмотра видео, к примеру, на YouTube, это 4К просто спасает. Сразу расставим точки над И, что это не игровой монитор, но он поддерживает 4К. Для чего 4К нужно? Ну, скажем так, для работы. Фото, видео и, наверное, всё. Почему я стремился именно к 4К-монитору? Потому что фотоаппарат поддерживает 4К-запись, и чтобы можно было без проблем всё это дело монтировать, смотреть на картинку, то и нужен, соответственно, дисплей 4К. Но пока мир, и, наверное, я ещё внутренне не совсем готов, чтобы все ролики делать в 4К, но это скоро-скоро уже будет точно. Наверное, даже в следующем году больше роликов будет выходить у всех уже в 4К. Ну, а что вы? Телевизоры всё становятся дешевле. Мониторы всё становятся дешевле. Ну, именно с разрешением 4К. И хочу, наверное, сказать, что мне здесь не нравится. Мне нравится здесь угол наклона. Вообще регулировка. Он регулируется либо вниз, там, на 5-20 градусов, либо немножко наверх. Всё. И влево-вправо никуда его не повернёшь, и наверх-вниз его не сделаешь. Вот это его положение, он так всегда стоит, просто вверх-вниз. Это, наверное, его минус. Но из плюсов, конечно, это размер, это картинка и разрешение. Почему я сказал, что этот монитор не игровой? Ну, потому что здесь 30 Гц при разрешении 4К. Давайте, наверное, на него посмотрим поближе. Почему я не использую 4К в системе? Ну, с такими значками мне комфортно работать, пока я вот сижу перед монитором. Смотрите, если я поставлю разрешение, соответственно, 3840 на 2160, то мы получаем вот такую картину. Но мне с такими мелкими значками, ну, как-то не очень комфортно работать, но изображение прям убивает своей чёткостью. Вы, наверное, скорее всего этого не увидите. Давайте я вам поставлю какой-нибудь ролик на YouTube в 4К. В мониторе есть встроенные динамики. Я могу получать звук по, к примеру, дисплей порту. У меня сейчас подключен. И выводить всё это через встроенные динамики в самом мониторе. Здесь 2 по 2 ватта. Проверяем 4К. Разводим на весь экран. И получаем супер натуральную, сочную картинку. Сейчас яркость у меня стоит где-то, по-моему, на 20. Давайте проверим. Я специально 38 и контраст на 75. Мне так комфортно. Такой монитор стоит иметь только вот ради таких видео, чтобы, знаете, перед ним сидеть, уперевшись и рассматривать, что здесь происходит. Давайте пройдёмся по вообще внешности. Внизу находится металлическая ножка на передней части. Вот эта вот. Сзади находятся 2 пластмассовых ножки. Цепляется всё очень просто. Можно повесить монитор на стенку при помощи крепления веса 100 на 100. Здесь находятся 2 динамика. Управление у него сенсорное. При помощи 1, 2, 3, 4. 4 клавиш. Плюс 5 это включение-выключение. Смотрите. Просто нажимаем и дальше выводим. Мне очень нравится, что они сенсорные. Это очень удобно. Есть режим ECO. Есть Blue Light Filter. Можно выбрать вход. У меня сейчас DisplayPort подключен. Можно Mini DisplayPort. И HDMI 1.4. Он уже подключается через мобильник MHL. Соответственно, изображение с Android можно вывести прямо сюда при помощи кабеля. Ещё DisplayPort используется для последовательного подключения мониторов. Я могу купить второй такой же. Поставить. Один кабель идёт в этот монитор. Из этого монитора кабель уходит в другой монитор. Соответственно, изображение у нас расширяется. Можно подключить, по-моему, до 4 таких мониторов. И с ноутбук, либо с компьютера выводить изображение на все 4. Сверху легендарный значок ViewSonic. Это три попугайчика. Впереди ViewSonic. Решёточка, которая закрыта. Давайте посмотрим на заднюю часть. Ох, 28 дюймов. Тяжёлые вы. Пластмасса. Крепление веса. ViewSonic. Здесь вентиляция. Так, что у нас тут по подключениям? Вот так вас сюда подставлю. Смотрите, здесь можно вывести наушники. Либо колонки. У меня звук приходит по DisplayPort. И дальше можно вывести его дальше. Mini DisplayPort HDMI. И есть DisplayPort Out. Как раз для последовательного подключения. То есть отдельный порт. И питание. Адаптер питания отдельный. Спрятан за столом. Во всех игрушках мне Display кажется нормальным. У меня претензий по качеству изображения никакого нет. В принципе, это хороший выбор. Ну, скажем так, недорогого монитора. В 4К. Сколько он сейчас стоит? 31 тысячу рублей. Так, вот разрешение. Настройки графического адаптера. 4К. Частота обновления у нас 30 Гц. Максимальная. Давайте я поставлю, к примеру, Full HD. Применить. Так, да. Здесь у меня частота обновления уже, соответственно, будет меняться. Я могу сделать 60 Гц. Пишите, ребят, в комментариях, какими мониторами пользуетесь вы. Довольны, недовольны? В каком разрешении? Я думаю, что очень мало народу сейчас пользуется в разрешении 4К. Да и все-таки, наверное, и мониторов еще таких довольно-таки мало. Но свое мнение давайте высказывайте в комментариях. С вами был Илья. Пока.